Добрый день дорогие друзья в эфире телешоу телеактивно и мои ведущие Лена Андреева и Ларина Сукуева. В нашем шоу телеактивно мы общаемся, используя слова, мимику и рисование. И все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. А еще это очень веселая и азартная игра. Итак, мы рады представить вам наших участников. Это Наталья Егорова, Туяра Иванова и Любовь Дикусар. Девушки работают в медицинском и спа-центре города Якутска. Девушки, здравствуйте, очень рады вас видеть в нашей студии. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду? Наша команда Ренас. Ренас. Да. Девиз. Чаще улыбаться, ведь улыбка это здоровье, а здоровье есть красота. Все правильно, мы абсолютно с вами согласны. А почему Ренас? Возрождение. Это с какого языка? С песни? С испанского, по-моему. Ага. Замечательно. Такое красивое название. Надо запомнить обязательно. Наталья Егорова напоминает, что СММ-специалист, профессия творческая. Поэтому она постоянно занимается саморазвитием. Много читает, смотрит вебинары, учится. А поскольку она еще и мама, то свободное время посвящает своим малышам. Но не забывает и о себе. Занимается в тренажерном зале, а детишкам шьет мягкие игрушки из фетра. Массажист и спа-технолог Туяра Иванова – девушка очень спортивная. Проводит в фитнес-зале почти все свое свободное время. А если не там, то на природе и тоже весьма активно. А еще Туяра обожает готовить ее коронное блюдо – сладкий пирог, который она готовит много лет по просьбам домашних, подруг и коллег. Любовь Декусар – преподаватель в модельном агентстве. Занимается как с малышами, так и со взрослыми. А своим хобби считает конный спорт, которым занимается с 7 лет. На наш вопрос, какие навыки необходимо иметь, чтобы заниматься конным спортом, Любовь ответила просто – главное – желание. А еще всаднику нужно быть спокойным, тогда и лошадь почувствует его уверенность. А теперь давайте поприветствуем Евгения Луценко, Андрея Дорофеева и Михаила Егорова. Здравствуйте, ребята. Очень рада вас видеть в нашей студии. Расскажите, как вы назвали свою команду и девиз. Наша команда называется «Комета». Как комета мчим вперед, впереди победа ждет. Евгений Луценко работает в столичном аэропорту спасателем, и он очень любит свою работу. А когда выдается свободная минутка, то спешит к своим детишкам и вместе с ними изучает наш город. Его любимое место в Якутске – сопки. Сопка любви, сопки на Покровском тракте – словом, все те, откуда открывается вид на город. Надо отметить, Евгений – один из немногих, кто по-настоящему любит Якутск. И это очень отрадно. Андрей Дорофеев на наш вопрос о курьезных случаях во время работы спасателем переплевывает три раза через плечо со словами, что рассказывать нечего и слава богу. Начальник аварийно-спасательного отряда службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Якутск Помимо работы занимается спортом и не просто так. Он тренирует коллег, таким образом поддерживая здоровый образ в коллективе. А еще Андрей с другом развивает бренд пельменей собственного производства. Михаил Егоров раньше также работал в аэропорту, но недавно сменил ведомство и сферу. Теперь он менеджер по продажам, но традиционные встречи с Евгением и Андреем остались неизменны. Они вместе играют в футбол, проводят время на природе и собираются, чтобы сразиться в настольные игры. Крокодил, Имманджинариум, Мафия. В этих играх им нет равных. А поскольку с Евгением и Андреем Михаил знаком с детства, так что понимать друг друга они будут с полуслова. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первым у нас всегда начинает команда красный. Для этого каждой команде мы зададим сейчас по три вопроса. И, внимание, все вопросы из курса школьной программы. А вопросы будут заданы рандомно по всем школьным предметам, таким как математика, русский язык, английский и даже биология. Так что вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. И вопросы задают учителя 29-й школы города Якутска. Может быть, кто-то учился в этой школе? Есть такие? Нет. Если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, 3, 3, 2, 2, 1, 1, либо по нулям, в этом случае капиталам команды будет предложено бросить наш кубик, и чья цифра будет старше, соответственно, тот и становится командой красных и начинает основную игру первым. Итак, поскольку в самом начале мы обозначили команду девушек из медицинского ИСПА-центра нашего города, первый вопрос из школьной программы звучит для вас. Внимание на наш экран. Назовите слово, прородителем которого является греческий аналог «неизданный». А что вы на меня так смотрели? Ты недавно заканчиваешь. Неизданный. Да, нет. Прямо. Как это? Жаль. А можно еще раз повторить? Нет. Вопрос задается один раз. Прородитель. Прородитель слова «изданный». Неизданный. Кто старше-то? Кто умнее? Капитан. Капитан. Сразу. Ваш вариант? Какой? Вариантов нет. Вариантов нет. Ну, давайте узнаем, какой уже правильный ответ. Анекдот. Вот. Анекдот. Да. «Неизданный» переводится как «анекдот». Да, удивительный вопрос. Я, наверное, тоже бы не ответила. Вы бы ответили, ребята? Нет. Внимание на экран. Вопрос для вас. Назовите способ образования слова «подоконник». Это русский язык. Наверное, там, шестой или шестой класс. Так, это школа. Мы. Подоконник. Назовите слово «образование». Ну, вот слово «образование». Как образовалось это слово? Под окном. Под окном. Под окном? Что там? Под окном. Нет, ну, при помощи чего? Так, да. Наверное, имеется в виду это. Лавки под окном. Лавка сидел в окно смотрел. Так, давайте сверимся, да? Давайте. Способ образования слова «подоконник» приставочно-суффиксальный. Вы поняли, да, почему? Вот приставка «под оконник» – это суффикс. Так, второй вопрос для девушек. Внимание на экран. Какого цвета такси в Лондоне? Желтого. Вы уверены? Желтый. Принимание. В Лондоне. А, а такси? В Великобритании. Автобусы помнят. Да, я тоже только их помню. Желтого? Желтого. В Нью-Йорке. Итак, ваш ответ? Черный. Красный. Ваш ответ? Капитан команды отвечает. Ваш ответ? Черный. Любовь снимает ответственность. Черный, да? Черный. Очень неуверенно сказала Наталья. Давайте посмотрим, так это или нет. В Лондоне такси черного цвета. Да. Да. Девушки зарабатывают одно очко. Второй вопрос для юноши. Внимание на экран. Что случится 30 февраля? Ничего. Почему? Этого дня нет. Нет. Внимание на экран. Давайте узнаем правильный ответ. Правильный ответ. Ничего. 30 февраля не существует. Ура! Один на один. Так. И по последнему вопросу, девушки, внимание на экран. Назовите имя известного летчика, трижды героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, сбившего 62 вражеских самолетов. История. Молодые люди, может быть, знают. Трижды героя Советского Союза, их четверо. Тут речь об одном. Видимо, на этом уроке истории меня не было. Какие-то варианты, может быть. Ну, хотя бы приблизительно. Я вам подсказочку дам, что некоторые аэропорты в нашей стране названы в их честь. Один точно есть такой? Молодые люди не полагают. Я как бы... Еще ременький. Ну вот, один из них. Давайте узнаем, да, правильный ответ? Давайте. Его имя Иван Кожедуб. Так, а я имела иду по крышке. Я ошиблась и не заработала ни одного очка. Так, и последний вопрос для юноши. Все знают, как выглядит американский доллар. Скажите, кроме изображений и рисунков, какая надпись есть? Что-то там было. Бог, что-то можно посмотреть, посмотреть. Девушки, знаете, да? Ну, в Латвии, что-то там, с нами бог, что-то что-то было. Да, бывает, это бог, нет? Да, да, да. С нами бог или как там бог? Бог смотрит за нами. Там, да, бог с нами, по-моему, написано. А что-то такое. А на английском как это звучит? In God with trust, по-моему. И переводится как? Ну, бог. С нами бог, по-моему. А, нет. Вопрос задает учитель английского языка. Фразу вы правильно называли, а перевод? Бог смотрит за нами. Давайте уточним. Теперь перевод, ладно, мы не переводим. В американском долларе есть надпись. In God with trust, которая переводится как «Мы верим в Бога». Верим в Бога. Ну, в принципе, фразу вы называли верно, поэтому я думаю, что имеет смысл засчитать вам очко. Ну, и тогда мы вас поздравляем. Траст верит на будущее вам. Девушке один – одно очко, юноше – одно очко. И в этом случае кидайте кубик. У вас два очка? Ну, если вот этот последний засчитывается, то два. А, два же. О, боже, простите. Прости, ура. Ну, все. Тогда меняйтесь местами. Так, меняйтесь местами. Юноши присаживаются на красный диванчик, девушки на синий. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Назовите формулу серной кислоты. У меня по химии тройка была. Серная. Хор. Не помню. H2. Да, я с химией не знаю. H2SO4. H2SO4, да. Ну, я не знаю. Я забыл. H4 вроде. Или H2SO4. Вот это, наверное. H2SO4. H4SO4 царя на кислоте. Назовите первого русского царя. Царя первого русского. Алексей Романов. Николай. Это Петр Первый. Первый, первый. Ну, это Романов. Романов, это кто? Юрий Долгорукий, наверное. Или он был княжем. Иван. Первый. Иван Штвертый. Это который? Грозный. Иван Грозный. Назовите соавтора Ильфа, который написал «12 стульев» и «Золотой теленок». Второй человек. Кто там был? Вы это снимаете? Да. А. И, ну, вот, просто вспомнить не могу. Петро. Петро. Петро, да. Самый большой остров в мире? Континент Австралии, я уже не знаю, нет? Матагаскар. А, Господи, выжимай. Как такие вопросы задали? Самый большой остров Гренландия. На севере. Он носил на 30-е. Вы хорошо в школе учились, да? Ну, у меня две тройки. По геометрии и алгебре. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразу с карточки, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда угадала слово или фразу. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисти карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. Все поняли правила игры, и так мы начинаем. Команда красных кидает кубик первым, и таким образом мы определим, какое задание попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. И мы хотим вас предупредить, если кубик покажет цифру 6, в этом случае свой вопрос будут задавать самые младшие эксперты нашей программы, это ученики первого А-класса средней школы номер 29 города Якутска. Эта же участь вас ожидает и в том случае, если в конце нашей игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике, то вам нужно будет выполнить сразу два задания. Пантомиму – это завершающая клетка нашего поля. И опять же ответить на вопрос самых младших участников нашей программы. Но в любом случае на каждый ответ вам дается по 45 секунд. Ну что ж, удачи. Команда красных, пожалуйста. Тачиваться боком, либо лицом. Да, вот так. Четыре. Раз, два, три, четыре. Двигать фишку пока не надо. Пока не надо. Только в том случае успеха. Так, вы подходите к нам, Евгений, выбирайте любую карточку. Говорить. Да, и смотрим на синий фон. Ребятам своим не показываем задание. Смотрим на синий фон. И говорить вам эту фразу. Нужно объяснить словами, исключая однокоренные слова. Вы поняли, да? Словами. Говорить можно. Время. Так, это… Вот ты утром просыпаешься, самое первое, что ты делаешь, это ты… Завтрак. Готовлю завтрак. Вот. И это запомнит слово. Вот это слово «с». Кофе. Так, ищу. С чем? Говорить нужно. Завтрак с чем? С бокалей. С шампанским? Да. Завтрак с шампанским. У нас детская программа. Я тоже думала, что… Это задание было совсем не детским. Да. Евгений, теперь можете торжественно… Двигать, да? Двигать вашу фишку на четыре хода вперед. Ваша фишка красная. Итак, раз, два, три, четыре. Ура. Ход сделан. Девушки, ваш вперед. Девушки, девушек. Наталья, да? Наталья у нас капитан команды. Она бросает первый кубик. Четыре. Тоже туда же. Наталья, также подходите к нам, выбирайте любую карточку. Смотрим на синий фон. Он и человечка, который говорит. И вам нужно будет объяснять слова. Вот. Это нужно слова объяснить. Не показывай словами. Да. Исключая однокоренные слова. Время. Это спортивная игра. Командная. Кубок. Шесть игроков. Да. Через сетку. Все, Наталья. Волейбол. Волейбол. Наталья, все. Вы это слово использовали. А, да? Да. Игра. Игра. Вы сказали уже игра. Игра в волейбол. А, слово игра вы уже сказали. Это как бы... Нельзя в объяснении использовать это слово. Поэтому ваша фишка стоит на месте. Команда красная продолжает игру. Я. И вам на заметку, да? Слова в объяснениях эти использовать нельзя. Какую хотите? Шесть. Шесть. Что, хотел-то упало? Присаживайтесь. И внимание на экран. Так. Вопрос свой задают наши младшие эксперты программы. Ученики первого А-класса, двадцать девятой школы. Они объясняют слово или словосочетание. И ваша задача понять, о чем идет речь. Это когда делятся чем-то. Вдвоем играют, бегают. Это доверить свечи. Досмотрим до конца. Это к собаке и к человеку. Помогает всегда и спасает. Это когда разговариваешь с каким-то человеком. Доверчивость. И он тебе никогда придет на помощь. Это помощь. То есть это доверие и помощь друг к другу. Когда вы с человеком любите проводить все свое время. Ну, это дружба. Нас объединила дружба. Какое объяснение сразу вас навело на правильный ответ? Сразу сперва. Делиться, общаться, помогать друг другу. Играть и бегать, по-моему, у вас сразу навело на мысль, что речь идет о дружбе. Абсолютно верно. Двигайте вашу фишку на шесть. Шагом вперед. Раз, два, три, четыре, шесть. Это тоже считается, да? Неправильно. Да? Это правильно. Молодцы. Так, девушки, нужно поднажать. Туяра бросает кубик. Ой, один. Вам нужно рисовать. Подходите к нам тоже, Туяра. Выбираем карточку. Время. А этот штангист, спортсмен, подругого, бодибилдер. Что? Говорить нельзя, Туяра. Тягать штангу. Два слова, одно слово, два слова. Поднимать штангу. 15 секунд. Поднимать, слово поднимать есть? Заниматься спортом. Заниматься спортом. Может быть, нужно развить рисунок, Туяра? А, как? Три, два, один, ноль, ноль. И правильно, как ответ? Тяжелая. Ой, я забыла. Да. Тяжелая. Третья. Тяжелая. А вы догадались. Ну, понятно. А вы знали, да? По рисунку было все понятно. Я, кстати, тоже подумала. Туяра, в принципе, хорошо начала. Очень красиво нарисована. Понятно, да? Вы вначале скромничали, говоря, что не умеете рисовать. Очень хорошо все получилось. Так. К сожалению, команда синих стоит на месте. Юноши продолжают игру. Михаил кидает. Все, давай пятерочку. Четыре. Раз, два, три, четыре. Рисовать опять же. Время. Вы хорошо рисуете, да? Нет, не очень. Луночный тройк какой-то, что ли. Машина, да? Дорога. Болид. Одна машина. Показывать нельзя, говорить тоже. Это машина у тебя маленькая? Да. Дорожная разметка. Дорожная разметка. Бассейн, бассейн, бассейн. Бассейн, верно. Бассейн, как вы догадались? Новый. Новый. А, это дорожки, я поняла, да? Это бить сверху. Бить сверху, да. Так, подождите, а вот это вот что тогда было? Я хотел человека начать. Ну, да, не буду. Как он погонит? А что нас смотрят, какие машины гоночные? Евгения, ну, вы прям вообще, да. Михаил, двигайте фишку. Так, четыре, да? Четыре. Раз, два, три, четыре. Ага, у вас остался один ход, девушки. Ну, давай. Ну, это что такое? Давайте, любовь. Без разницы какой-то? Шесть. Без разницы, да. Абсолютно без разницы. Шесть. Сразу шесть. И внимание на экран. Свой вопрос задают первоклассники. Это притяжение и доверчивость. Это радость. И всегда можно поддержать. Нравится какая-нибудь вещь. Это когда близящий друг рядом. Это когда обожаешь какого-то человека. Когда вы с одним человеком в близких отношениях. Это еще обнимашки и целовашки. Ну, такие обнимашки и целовашки. Любовь. 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 Это любовь. Любовь. Любовь говорит любовь. Никакий любовь. Фишку, обнимашки, целовашки. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть. Нет. На зелененькую. На зелененькую. Вы перемахнулись немножко. Супер. Спасибо. Так, ребят, вы же видите, да, что у вас остался буквально один ход. Если кубик сейчас покажет больше, чем один, надо будет выполнить два задания. Если один, то... Тоди. Тоди. И вы победитель. Давай. Давайте, Евгений. Где там все-таки? Все-таки угодно. Ранее не надо там все подговаривать. Заговаривать кубик наш. Четыре. Четыре. Так, подходите к нам, выбирайте. То есть два я буду показывать? Да. Или мы все-таки поделимся? Нет, один вы, а второй общий. Время. Говорить нельзя, так? Говорить нельзя. Молча. Ехать. Поворачивать. Поворот налево. О, боже. Ну все, все. Уходишь налево? Нет, нет. Подождите. Все, мне надо выйти. Сколько? Одно слово? Вообще. Поворот налево? Ехать налево? Повернуть налево? Свернул налево? Повернул налево. Время. Повернуть налево. Почему еду? Почему еду? По дороге? Дорога налево. А, да, дорога налево. Дорога налево. Мы узнали, а там дорога. Присаживайтесь, вы не справились с заданием, стоите на месте, девушки, давайте догонять. Я рада, что у девушек появился шанс. Покрытие, покрытие. Шесть. Шесть. Опять же вам задают вопросы. Нет, вопросы малыши. Присаживайтесь на диванчик. И задание вы будете выполнять вместе. Малыши задают вопросы. Это наливаешь и пьешь. Да, можно налить воду, попить, дать кому-нибудь попить, передать. И можно так горло полоскать. Его налили, чуть-чуть попили и оставили. Потом опять после обеда попили. Его можно, его налили и можно выпить. Это чашки. Это посуда, где 250 грамм жидкости. В стеклянную посуду, но там только ее может пить человек. Это когда жидкость на посуде. Ямкость с жидкостью. Итак, словосочетание. Это какое? Это слово сейчас. Сочетание. Или слово. Или слово. Угу. Сот, пробирка. 250 метров. Стакан. Стакан. Просто стакан. Или чашка. А то пить чай, пить водичку. Там же сказали, водичка. А можно еще полоскать горло. Горло. Да. А можно налить, передать кому-то. 250 грамм. И ваш ответ стакан, да? Стакан. На самом деле стакан с водой. В этом случае вам нужно было точно фразу обозначить, поэтому, к сожалению, мы ваш ответ не можем принять, и ваша фишка стоит на месте. Очень хитро. Ребята, ваш черед бросать кубик. Нет. Однерочка. У вас остался один ход, либо, опять же, выполнять два задания. Шесть. Детский вопрос. Ну, да. Детский вопрос. Спирапанта мимо. Спирапанта мимо. Да. Время. Ковбой. Пистолеты. Кабура. 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 Бруто. Пять секунд, и ответ уже есть. Молодцы. Так, второе задание. Внимание на экран отвечает трое участников. Вопрос задают малыши. Это такая каша. Каша, которая на посуде. Каша за питание. Я люблю кушать ее с вареньем. Это полезная еда. И это каша. Ее готовит мама. У меня была тетя, и она в другом городе, она нам всегда делала с этим. Она нам вот так трала шоколад, и там он расплавлялся, было вкусно. У тебя тут есть. Вот. Что? Что? Это манная каша? Нет. Нет? Нет. Я вот когда шоколад сказали, я понял, что это не манная. Я не знаю. Я тоже. Но мы спрашиваем уже с юношей, да. Манная каша, ответ неверный. Это овсянка. Вот. Это молодец. Кто ее с шоколадом ест? Сказали бы там про Англию хотя бы. Полезная каша, все дети кушают. Манная каша же ездила в другой город, и там тетя ей натирала шоколад. Шоколад. Тетя, та где живет, да? Вот, конечно. Это не в Якутске, это в другом городе. Девушки, вы угадали, да, что речь идет об овсянке? Да. Так, молодые люди, фишка стоит на месте. У девушек снова есть шанс. Давайте. Ну, что делаю? Опять же, у нас дети задают вопрос. Присаживайтесь на диванчик. И внимание на экран. Когда можно посмотреть в своей семье какой он фильм или сходить в кинотеатр. Кино – это когда снимается человек. Это когда новые видео приходят. Это смотрят бабушки. Мои сестра смотрят. Это смотрит мама. У меня все смотрят. Да, у моей мамы она всегда смотрит «Великолепный век». Все, однозначно все. Одно слово. Одно. Так, не подсказано. Не может сказать. А почему-то, почему-то, где-то, где-то. Ну, дети. Да? Они же не знают. Смотрят бабушки. Мама смотрит. Русские сериалы. И? Последнее, я вам сказала название даже. Сериал. Да. Сериал. Сериал. Конечно. Это сериал. Ура! Ура! Девочки, двигайте фишку. На шесть ходов вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, наконец-то. Девушки приближаются к ребятам. Я всегда знал, что вы видели, что чуть-чуть обманывают. Нет. Нет. Все честно у нас. Так, пять. Ну, опять же, два задания. Михаил, выбирайте карточку для пантомима. Время. Кубик. Стол, стул. Тумбочка, телевизор. Квадрат. Игрушка. Мягкая, не знаю, еще что-то. Терсик. Красный цвет. Положил внутрь в коробку. Коробка. Одна коробка. Запомнил. Коробку запомнил. 20 секунд. Пачка сигарет. Пепельница. Пепельница. Сигарета, окурок. Согрел. Согрел. Стикер. Окурок. Куритель. Сигареты. Пачка сигарет. Сигара. Пачки. Футляр. Пачка сигарет. Нет, нет. Как ты сигарет назвал? Под сигарник. Под сигар. Сигара. Сигара в коробке. Затушить. Время. Он же почти сказал. Да. Почти. А первое слово-то вы же запомнили его. Коробка. Ну. Для сигар. Коробка для сигар. Для сигар. Как дорога налево. Яблоко. Ты что, коробку не мог показать? Ну, угадали. Угадали же. Угадали коробку. Там точка с точку, как бы сказать. А сигары и коробку как-то вот не сложили. Я же поэтому еще сказал, где даже дети. Так, любовь бросает кубик. Давайте узнаем, какой цифра сейчас достанется. Три. Раз, два, три. Три. Вам только одно задание. Пантомима, любовь. Пантомима. Вы как знаете. И девочки, если вы справитесь с этим заданием, вы побеждаете в нашей игре. Так. Пантомима. Это надо показать. Центр нашего поля. Центр по команде даймеров. Угадали. Пинаешь. Футбол. Футбол. Да. Футбол. 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 Победите. Наконец-то мне, Датя, очень сожалею, очень сожалею. И все. Молодые люди, все. Девушки у нас победили в этой игре. У нас есть. Подарок для победителей нашей викторчины. Абсолютным чемпионом нашей игры вручается сертификат. На фотосессию. На фотосессию. Ну тогда нормально. Нечего ты. Поздравляю вашей души. Так, скажите, пожалуйста, ребят, что вам показалось наиболее простым и наоборот очень сложным в этой игре? Видео простое. В тот же момент очень сложно было понять, что это оказывается овсяная каша. И тут нужно было сказать не овсяная каша, а именно овсянка. Все равно, даже если бы овсяная каша сказали, мы бы не защищали. Очень сложно именно точность, конкретность назвать конкретно. Дорога налево. Коробка для сигар. Он угадал слово вроде и коробка, и сигары. Вот чуть-чуть не хватило. А сложить не смогли. Нет, ну тут, по-моему, мимо твоя виновата. Надо было заказать, открыл, положил, закрыл. Хорошо, показывал. Что было легким? Что было легким? Кубик кидать. Я согласна, отлично. Так, девушки, что вам показалось тоже сложным и наоборот очень легким? На самом деле все было достаточно просто. Мы немножко поддавались. Поддавали фору, так сказать. Это входило в ваши планы? Конечно. Но в конце поднажать и так красиво и изящно выиграть в нашем шоу. Здорово. Ну, а вот рисование, я не знаю, что там еще, какие-то вызвало что-то тревогу. Может быть, вопросы из школьной программы? Кстати, да, вопросы из школьной программы. У парней были вопросы легче, на самом деле. У вас тоже были простые. Какой вопрос наиболее смутил вас тогда из школьной программы? Анекдот. Меня анекдот случил. Да, мы первый вопрос. Это в школе же где-то. А вам какой был первый вопрос? Тоже анекдот. А, это был наш вопрос, да. Да, в школе такого, по-моему, точно не в ракете про анекдоты. Я бы запомнил. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей игре. Победителей девушек мы от всей души поздравляем с этой маленькой, но победой в вашей жизни. Дорогие друзья, если вы также хотите принять участие в нашей телевикторине, весело и азартно провести время, отправляйте нам свои заявки на электронный адрес телеактивно собачка mail.ru. Телеактивно – это веселая и азартная игра, в которой вы развиваете коммуникативные навыки при помощи жестов, мимики, обогащаете свой словарный запас, а также демонстрируете свое умение рисовать. Если вы азартные, веселые, любите играть, учитесь в школе или, может быть, уже работаете, собирайте свою команду из трех человек и мигом бегите к нам в студию. Мы будем вас ждать с нетерпением. А на этом мы с вами прощаемся. С вами были мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok